Как польский брокер покоряет варшавскую биржу? Каким выдался прошлый год для ONDA? А также почему Spondolis покинула рынки? Об этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! XTB, который является одним из самых продвинутых брокеров Польши, разместил на варшавской фондовой бирже более чем 16 миллионов акций. Рыночная капитализация компании в начале торгов составила около 350 миллионов долларов, ну а цена на акции была почти 3 доллара. Достаточно показателен тот факт, что за первый торговый день ценные бумаги подорожали на целых 3%. Все эти данные свидетельствуют о том, что уже 1 миллион акций брокера успешно сменили своих хозяев. Компания идет правильной дорогой и, скорее всего, бренд будет и дальше продвигаться в верном направлении. Ведь в прошлом месяце общественность узнала о том, что XTB выходит на IPO с предполагаемой оценочной стоимостью 400 миллионов долларов. Ну а что же касается текущей оценочной стоимости, то варшавская биржа оценила польского брокера в 362 миллиона долларов США. На днях были опубликованы финансовые результаты подразделения Форекс-брокера у Индии в Британии за 2015 год. И вот, что из этого можно подчеркнуть. Были зафиксированы операционные убытки на европейской территории в размере 2 миллионов 230 тысяч долларов. Конечно, неудивительно, что эти показатели оказались именно такими из-за событий, связанных с швейцарским национальным банком. Общая выручка увеличилась на 84% по сравнению с 2014 годом до 13 миллионов долларов. За отчетный период также были выпущены акции на общую сумму 3 миллиона долларов. One Day был одним из немногих, кто исполнял стоп-лоссы по одному из самых высоких в индустрии курсов по парам со швейцарским франком. Однако компания понесла чистый убыток в прошлом году. И несмотря на это, перспективы брокера достаточно радужные. Был зафиксирован рост торговых объемов, а также рост числа активных торговых счетов. Что же послужило такому улучшению основных показателей в течение всего прошлого года? One Day Euro продолжал вливать дополнительные инвестиции в маркетинг и в продажи. По планам уже на этот год One Day собирается запустить новое поколение своей торговой платформы, что поможет привлечь еще больше клиентов. Британский брокер утверждает, что продолжит развиваться на рынках Европы и Ближнего Востока. Компания Spundulist Tech, которая занималась производством оборудования для майнинга биткоинов, к большому своему сожалению, не выдержала напора от конкурентов и исчезла с рынков. В Spundulist Tech не выплачивалась зарплата своим работникам с апреля. И в итоге компания была ликвидирована по решению Суда Израиля. В 2013 году, когда компания только начинала свое продвижение, было привлечено около 12 миллионов долларов для разработки высокоэффективных ферм для майнинга биткоинов. А в декабре прошлого года BTCS инвестировала Spundulist еще 750 тысяч долларов, которых не хватило даже и на 6 месяцев. Сотрудники были возмущены невыплатой им заработной платы и обратились в суд с требованием ликвидировать компанию. Они надеялись, что обратившись к таким мерам, Spundulist Tech найдет нового инвестора или же покупателя всей компании. На пике своей популярности Spundulist ничего не предвещало беды. Однако она подверглась конкуренции со стороны китайских производителей оборудования для майнинга биткоинов. Это были все новости из мира Форекса на сегодня. Будьте в курсе всех событий рынка с Dukascope TV. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok